День с толком Дороже и без альтернатив. Как запрет на частный бой не сказался на покупателях и фермерах? Накануне Дня телевидения. Как устроена редакционная жизнь изнутри? Угля нет, топить нечем. Сразу несколько районов Алтайского края остались без тепла. В регионе возникли серьезные перебои с поставкой топлива. Жители Хабарского, Третьяковского, Новичихинского, Поспелихинского, Каменского и Локтевского районов сообщают, что замерзают в своих домах. К нам в редакцию обратились жители поселка Масальский и рассказали, в каких условиях им приходится выживать. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Вот все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Такой вот у нас снег был сильный. Дрова. Дрова. То, что мы заказывали, стопили. Люди привезли валежник из леса. Две охапки. Его хватит на час тепла. Жители поселка отапливают дома один раз в день, чтобы сэкономить на дровах. Почему возникли такие серьезные перебои с поставками угля, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. К другой теме. Цифровой геноцид с одной стороны, с другой распространение инфекции. В общественной палате края сегодня дискутировали о настроениях россиян, которых введение QR-кодов раскалывает все больше. Известный общественник Барнаула Алексей Куреленок так бурно анонсировал это обсуждение, что казалось, драки между сторонниками и противниками вакцинации и введения QR-кодов не миновать. Однако беседа прошла вполне мирно и официально. Правда, обычных горожан там практически не было. Анастасия Дороган продолжит. Распространение коронавируса – миф или реальность? Спустя полтора года пандемии начинаем сначала. Появились новые обстоятельства – QR-коды, которые в будущем могут стать допуском ко многим услугам, а не только входу в торговый центр. Но решение должно оцениваться объективно. В чем, я полагаю, например, есть ресторан. Ну, наверное, посещение ресторана не такое высокое, как общественного транспорта. Ну, не в ресторанах, соответственно, у нас там QR-кодирование, да, и ковид распространяется. Алтайские депутаты уже готовят свои предложения в закон о QR-кодах. Где и у кого их спрашивать? Жители рассуждают на эту тему давно и бурно. Обсудить их опасения собрались на общественной палате края. Каким социальным, экономическим последствиям приведет реализация положений указанных законопроектов? А какая поддержка будет оказана тем сферам, которые пострадают? Причем, эта поддержка должна быть реальной. Один мрот за неделю нас не спасет. Видим и понимаем. Пока не будет контроля, наши граждане не соблюдают. Мнение врачей звучало. Мы научились работать в пандемии, но если бы все привились, волны можно было избежать. Хотя, как ни парадоксально, сейчас о здоровье, если и думают, то в красных зонах. В остальном люди беспокоятся о запретах или рисках финансовых потерь. Вакцинировано практически, вы говорите, 50% населения. Но количество заражений только увеличивается. Что подразумевается под словом угроза распространения новой коронавирусной инфекции? Какая ее продолжительность, разновидность, срок? То есть, фактически, эта терминология ничем не обозначена, просто реплика идет. Юристы, отбросив свою точку зрения насчет вакцинирования, разбирали законопроект пословно. И вопросов к нему масса. Другие участники пошли еще дальше. Но если мы заглянем немного в будущее и представим наше будущее, что нас может ожидать? Конечно, эта теория сегодня может выглядеть несколько фантастически. Но извините меня, за какой-то репост вам могут отключить QR-код в будущее. За неправильное голосование на выборы помогут отключить, за длиночный пикет, за выход на какое-то общественное мероприятие. Вариантов возможно. Взвесить все за и против, за всех, все равно придется депутатам. Идеи с районов они рассмотрят в начале декабря, затем свое мнение сформируют в комитетах по здравоохранению, туризму, предпринимательству. Первое чтение проекта в Госдуме пройдет в этом году. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Мясо на рынках Барнаула подорожало уже в среднем на 200 рублей по сравнению с летними ценами. Этот рост был ожидаемым, так как с 10 ноября фермеры Алтайского края больше не могут продавать домашнее мясо, если животные были забиты на подворьях, а не на сертифицированных бойнях. Запрет уже ударил рублем по покупателям, а многих крестьян вообще лишил единственного дохода. Тему продолжит Ирина Корчагина. Еще недавно на этом рынке было мясо из Павловска, ребрихи, шалоболихи. С 10 ноября его поставляют только те фермеры, у которых есть бойни, то есть единицы. Ветеринарная служба края перестала выдавать сопроводительные документы на забой животных. Крестьяне больше не могут продавать домашнее мясо, если корова или свиньи забиты на подворьях, а не на бойне. И вроде после нового закона совсем мясо не пропало, как мы видим, но к тому, что лежит на прилавках, уже не подойдешь. Мы приобретаем для общепита, поэтому цена образования растет постоянно. Цена увеличивается практически с каждым днем. Ценник растет, а покупательская способность у людей падает. Если говядина хорошая вырезка, чистая, без жилок, без сет, у нас 600 рублей. Продавали мы буквально летом по 400, 420, 450. Мясники уверены, если кто-то прикрывается возможными вспышками африканской чумы или ящера, то тут, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Всегда найдутся люди, которые обойдут закон. Нелегальное мясо уже начали продавать. Его бесконтрольная продажа как раз и приведет к вспышкам болезней. Клеменная, неклеменная, перемороженная. Закололи, бросили в машину. Сарафанное радио, хоп, машина, с машины все попродали. А какое там мясо, чего добивались, чего добились, еще больше неклеменного мяса будет. Сегодня на весь регион насчитывается около 150 боин. Половина из них работает с частниками, только бойни есть далеко не в каждом районе. Да и в любом случае это расходы на транспорт, сам забой. Предприниматели края уже обращались и к губернатору, и в антимонопольную службу, пока безуспешно решили идти дальше. Нам удалось, здесь мы в таком партнерстве с Союзом крестьянских фермерских хозяйств, донести нашу проблему в Государственную Думу. Была встреча между заместителем председателем аграрного комитета Государственной Думы и министром сельского хозяйства. Достигнута договоренность, что данный вопрос будет вынесен на комитет Государственной Думы в ближайшее время. В регионе, в котором 44% населения живут в сельской местности, насчитывается примерно 483 тысячи личных подсобных хозяйств. Сложно представить, насколько эта цифра сократится уже в ближайшее время, ведь для крестьян края запрет на убой равен убийству бизнеса. Понимаете, самое легкое сказать, что вроде все по закону. Мы понимаем, что все по закону. Но когда закон входит в противоречие с интересами сельского жителя, потребителя, покупателя, наверное, надо что-то делать с законом. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. У многодетной матери из Бийска могут забрать детей из-за того, что частная организация, которой она заплатила деньги за газификацию своего дома, не выполнила работы. Старую печь в надежде на лучшая женщина снесла. Сейчас отапливать жилье приходится обогревателями. А тем временем органы опеки уже пригрозили, что если в доме будет холодно, заберут детей. Бийчанка не знает, что ей делать. К решению проблемы она просит подключиться правоохранительные органы и разобраться с фирмой, которая в морозы оставила семью без отопления. Подробности в материале наших бийских коллег. Комната моей дочери. Она хотела как лучше для своих же детей, а получилось так, что сына и двух дочерей, младшие всего два года, могут разлучить с мамой. Проблема в том, что дом не подготовлен к морозам. До меня уже добралась опека. Еще летом Галина решила газифицировать жилье. Нашла подходящую организацию на сайте городской администрации. Связалась с руководителем. Специалисты приехали, оценили объем работ, сделали смету. Сумма для матери-одиночки оказалась приличной – порядка 100 тысяч рублей. Женщина взяла кредит в банке, подписала договор с подрядчиком, оплатила услуги и все на этом. Проходит месяц, в течение месяца я звоню, вы когда начнете работать, что? Приехал его монтажник рабочий, где копал за воротами яму, где вот эти трубы находятся. Копал-копал полдня молодой мальчишка. По итогу, ну я же там не ходила, выхожу, он все закопал. Я говорю, что уже все? Тут нету ковера. Ну я как бы не понимаю, что это такое ковер. Я говорю, а как будем тогда проблему решать? Ну я позвоню, типа Игорь Леонидович, там все решим. В итоге опять пропали на месяц. Девушка звонила, писала подрядчику, но в ответ либо тишина, либо обещание. В очередной раз рабочие приехали только в сентябре. Установили газовое оборудование и снова пропали. Пробуем связаться с руководителем фирмы. Гудки идут, но трубку он не берет. На сегодняшний день вся необходимая документация от Газпрома у многодетной матери готова. Есть труба, ее осталось только врезать в действующую сеть, и вопрос будет решен. Но как бейчанке пояснил подрядчик, возникли проблемы с подключением. Якобы соседка, живущая за стенкой, выступает против и не дает своего согласия. Хотя зачем спрашивать разрешение, если газовая труба общая? Хозяйке в день нашего визита дома не оказалось. Есть кто дома? Галина, которая стала заложницей всей этой ситуации, не знает, как быть дальше. Она просит недобросовестного подрядчика вернуть деньги. Уже готова восстановить печь, которую снесла этим летом. Главное, чтобы дети были рядом. Сейчас в доме тепло, температура выше нормы. Согреваются обогревателями, они есть в каждой комнате. Но вот что делать, когда за окном будет мороз за 30? Я уже даже не высыпаюсь, потому что я каждые два часа встаю. Я боюсь сгореть. У меня уже начинают плавиться розетки. Вот в прямом смысле слова. Я каждые два часа встаю, включаю, выключаю. У меня уже настолько сил нет. Отбесили у меня уже психи, я уже срываюсь. Я просто устала. Оплачивать съемное жилье не по карману. В крайнем случае приютить многодетную семью готов сосед. Места в доме у него немного, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Сейчас холод будет. Она говорит, куда? Я говорю, ну сюда вы идите, пол. А куда я деваться-то? У меня здесь никого нету. Не родни никого, она одна, пол. Александр Сергеевич сам неоднократно пытался дозвониться до той фирмы, что взялась за газификацию дома соседки. Но тщетно. Женщина сейчас просит правоохранителей организовать проверку в отношении подрядчика, который накануне Морозов оставил многодетную семью без отопления, и по вине которого мать могут разлучить с детьми. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Командировки за сотни километров от дома, сон в дороге и съемки вне зависимости от праздников и выходных. В преддверии Дня телевидения, который весь мир отмечает в это воскресенье, мы решили рассказать про закулисье новостной редакции и показать, какая непростая работа стоит, казалось бы, за небольшим сюжетом. За спиной телеведущий «Плазма» отражает самую суть сюжета. Перед глазами суфлер, термины зрителю не вполне знакомые. Но без них современный мир телевидения представить сложно. Каждый день сообщать миру новости – главная задача тележурналистики. Но мало кто знает, что за 20-минутным выпуском скрывается работа целой команды. А начинается все с картинки. Принято считать, что на съемочной площадке главный – это корреспондент. Я с этим в корне не согласна. Главный – оператор. Это глаза журналиста, без него не будет красивой картинки и, как следствие, сюжета. Сегодня у вас есть редкая возможность познакомиться с тем, кто обычно остается за кадром. Вадим, расскажи, пожалуйста, в чем главная задача оператора? Главная задача оператора – не упустить свой шанс. А шанс заключается в том, что оператор, когда исполняет свои обязанности, у него появляется просто сумасшедшая возможность интерпретировать этот мир и показать действительность, которая окружает, как он ее видит. То есть своими глазами. И предложить всем зрителям посмотреть именно глазами оператора на то, что происходит в этом мире. После съемки оператор и журналист возвращаются в кузницу новостей, в редакцию. Корреспондент начинает отсматривать съемочный материал и писать сюжет. Настя, о чем сегодня пишешь? Я отсматриваю общественные советы. Здесь собрались разные люди, представители власти, юристы, жители. Они обсуждают, нужно ли законодательно принуждать людей к вакцинированию или нет. Что тебе особенно нравится выезжать? На какие темы? Ну вот смотри, командировка – это маленькое приключение. Это ты тратишь часов 6-7 на дорогу, смотришь на поля, медитируешь. Артем, а зачем тебе это устройство? Гонять надоедающих журналистов. Как только сюжет выходит из-под пера, его вычитывает шеф-редактор недели. В нашей редакции их три. Сегодня за эфир отвечает Татьяна Голубева. Вообще, конечно, редактор не только тексты вычитывает, он и придумывает тему сюжетов, он организует съемки. Он посылает журналистов на съемки, потом обсуждает темы с журналистами. И самое главное, что он собирает весь выпуск в единое целое. Поэтому, Валь, ну ты не вовремя подошла, а сейчас дедлайн уже скоро. Такие дедлайны. Вода в трубах появляется лишь под вечер. После того, как текст вычитал редактор, корреспондент начитывает и отдает на монтаж. Самый молодой монтажер редакции – Данил. Ему всего 21. Эдиус он освоил всего полгода назад. Доработал электриком, но творчество взяло верх. Я понял, что мне больше нравится монтировать, чем скручивать провода. И захотел этим заниматься. Что самое сложное в профессии монтажера? Да, и тут много факторов. Главное, чтобы картинка сочеталась, один кадр сочетался с другим. Надо понимать все сложности техника монтажера. Свой профессиональный праздник телевизионщики отмечают раз в год – 21 ноября. А происходящее в Алтайском крае и его столице мы освещаем ежедневно. Ну что ж, пятничный выпуск готов. Планируемся на новую неделю, чтобы вы были в курсе самых свежих новостей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Театры и другие культурные учреждения готовы менять дату билетов или возвращать деньги, если у их покупателей отсутствует QR-код. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. На сегодня проблем с возвратом билетов нет. Так, например, на выступления в концертном зале «Сибирь» пришли все, кто оплатил вход. А в кассы филармонии покупатели сдали только порядка 15 билетов. При этом план посещаемости был уменьшен. Также Елена Безрукова отметила, что указ, позволяющий заполнить зрительный зал на 70% при использовании QR-кодов, не актуален для заведений культуры. Дополнительно министр сообщила, что из-за подъема заболеваемости губернаторской елки не будет, но это не помешает создать праздник для детей. Каждый родитель со своим ребенком, с учетом всей системы действующих ограничений, может приобрести билет и прийти, сделать праздник для себя и для своего ребенка. Театры будут работать в штатном режиме, 50% QR-коды и нахождение во время спектакля и, в принципе, во время всего пребывания на площадке в маске. Про это явление слагали легенды и мифы. Некоторые к нему с особой осторожностью относятся и сегодня. С 19 ноября по 4 декабря пройдет коридор затмений. Начнется он с лунного, закончится солнечным. Увидят ли затмения жители Алтайского края и действительно ли этот период опасный, расскажет София Яценко. На определенную дату, на определенное время и на определенную территорию нашей планеты Земля. Луна, Солнце и планета Земля. Три участника, пожалуй, одного из самых загадочных и довольно редких явлений. В древние времена лунного и солнечного затмения боялись не меньше огня. Люди иногда били собак, иногда вставали на самое высокое место, в местности, в поселении, заряжали пушки и пытались стрелять по небесным телам, чтобы опять открылось солнце. Коридор затмений продлится чуть больше двух недель. 19 ноября лунная, 4 декабря солнечная. Вот правда, и то, и другое жители края увидеть не смогут. Увы, на территории нашего региона затмение ненаблюдаемо, потому что луна в данный промежуток времени еще не взойдет и за горизонта. Точно так же в центральной части России невозможно будет наблюдать 19 ноября этот яркий сюжет. В России затмения смогут увидеть лишь жители Камчатки и Чукотки. Остальные зрители – Северная, Южная Америка, а также некоторые страны Европы и Азии. Но несмотря на это, по словам астрологов, влияние коридора ощутят все. Сильная эмоциональность, сильный выплеск эмоций и нестабильная психика, потому что лунное затмение – это наш ум, разум, подсознание. Солнечное затмение и, в принципе, солнце – это что-то внешнее, поэтому нас немножко будет так штормить. В этот период специалисты не советуют начинать новых дел. Лучше, по их словам, потратить время на избавление от старого и ненужного. Кроме того, с осторожностью пользоваться колюще-режущими предметами. К слову, ближайшее затмение солнца, которое жители края смогут не только почувствовать, но и увидеть, будет 25 мая 2142 года. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok